Естественно, одна из главных дел, одной из главных таких вот кампаний обсуждения этого лета, это ВКонтакт, все эти лайки, посадки за репост. Я много раз об этом говорил в своих эфирах, а много раз говорил о том, что это будет нарастать. Оно и сейчас и нарастает, и будет нарастать. И я объяснял, что это делается специально для того, чтобы вы боялись что-то писать. Поэтому это делается так нарочито. Не нужно просто думать, что это какие-то во власти дурачки. Это просто глупые эшники в Алтайском крае пытаются посадить девочку за ее посты или репосты или лайки. Нет, это осознанная кампания, чтобы вы смотрели, а потом прежде чем написать, Путин вордум или, блин, писать или не писать, черт его знает, пожалуй, лучше не буду писать. Для этого все и делается. Меня часто спрашивают, какое мое отношение к ВКонтакту? Будешь ли ты выпиливаться из ВКонтакте? Значит, у меня здесь две вещи. Первое. ВКонтакт, безусловно, участвует в посадках людей. Прямо участвует. Это группа, в которой есть центр «Э», есть ВКонтакт, есть взаимосвязи этих людей. И они совместно, осознанно сажают людей, безусловно, так. И мы, Леонид Волков, опубликовал информацию о наших людях из Уфы, наших сторонников, у которых в материалах дела есть прямые доказательства, что даже без судебного решения, в инициативном порядке, просто милиционер пишет администратору ВКонтакта, а дай мне на таких-то людей информацию личную. А я ВКонтакт вам говорю, да, нет проблем, сейчас мы тебя пришлем, и присылает. Ну, это вообще уголовное нарушение, которое делает ВКонтакт, без даже судебного запроса, предоставляя информацию. Поэтому не только ВКонтакт, ВКонтакт – это же часть Mail.ru групп. Значит, Mail.ru точно так же отдает вашу почту, ВКонтакт отдает вашу переписку по первому требованию, без любых решений. Я уверен, в этом есть доказательства, которые это показывают. Поэтому они, безусловно, сажают людей. Будем ли мы выпиливаться? Ну, нет, пока не выпиливаемся, потому что Facebook, он работает только для крупнейших городов. Когда мы делаем группы митингов, в Москве и Питере еще Facebook работает. Даже уже в такие крупные города, как Екатеринбург или Новосибирск, только ВКонтакт. Поэтому мы вынуждены им пользоваться, но просто мы призываем вас отдавать себе отчет, что все, что вы пишете ВКонтакте, все ваши личные сообщения, вы участвуете в каких-то группах, не участвуете, пишете, не пишете, это все просматривается и при первом случае может быть отдано всяким этим ФСБ, МВД и всем остальным. То есть это не то, что небезопасная сеть, а сеть, которая прямо работает без своих пользователей. Ну, слушайте, она большая, мы вынуждены через нее работать. Поэтому, ну, я знаю, что мне многие напишут, ну, что ты наговорил здесь какую-то чушь? Сначала сказал, что они сажают людей, а потом ты говоришь, что не будешь выпиливаться. Ну, пока так это работает. Я вам говорю, как есть. Для нас важна возможность делать эти региональные группы во ВКонтакте, но при этом мы понимаем, что они просто ведут себя как сволочи, извините меня. Они предают своих пользователей, они сажают. И то, что они сейчас там заявляют, что они что-то изменят, но они делают это потому, что они столкнулись с массовым возмущением своих клиентов, но они продолжат вас это делать, потому что они принадлежат Усманову. А для Усманова единственная возможность сохранить свои миллиарды, это чтобы Путин сидел в Кремле. А для Путина возможность сохранить в Кремле, сидеть в Кремле, это сажать тех, кто возмущается, его затянувшиеся сидения там в социальных сетях. Вот просто. Все интересанты за то, чтобы вас посадить. Поэтому тебя посадят за лайк. Я извиняюсь за такой не очень оптимистичный финал нашей программы. Но нет, у меня есть для вас оптимистичный финал про счастливого человека. Есть такой журналист Валерий Фадеев. Ну как его журналист? Это такой дядя со всяких телешоу, вы его видите. Он там постоянно вот на Первом канале. Он у нас был секретарем общественной... Он и сейчас является секретарем общественной палаты. Он один из координаторов Единой России. И там член Центрального штаба ОНФ различные должности занимает и везде выступает. В частности, недавно, давайте 13 секунд посмотрим, как он говорил про то, что нужно поднять пенсионный возраст. 13 секунд. У нас объективно очень низкий пенсионный возраст. Объективно. И когда говорят о средней продолжительности, это не так. Потому что так называемый возраст дожития, извините за эти грубые слова, у нас очень продолжительный. Это для тех, кто жил дожитие. Знаете, почему он так любит правительство, а правительство любит его? Потому что вот он счастливый человек, у которого получаются потрясающие вещи, которые у вас не получится никогда. Он главный редактор журнала «Эксперт». Это ужасная помойная макулатура. Ну, то есть никому не нужный журнал, где хвалят постоянно о Путина. Естественно, такому путинскому... В эту сторону показываю. Путинскому пропагандисту, как Фадеев, нужны деньги. И он провернул идеальную вещь. Он получил в банке кредит под залог своих старых нераспроданных журналов. То есть они напечатали всякой дрянной макулатуры с портретами Путина на первой обложке. Но эту макулатуру никто не покупает. Кому она нужна, эта дрянь? И она лежит где-то миллион этих журналов, лежит на каком-то складе. И он взял кредит под залог этой макулатуры. Потом кредит не выплатил. А банк взял и изъял вот эти вот журналы. Сказал, окей, ну, не возвращаешь нам 35 миллионов рублей, заберем журналы. Ну, сколько стоят они, ну, как макулатура, они, наверное, сколько стоят? Может быть, не знаю, там, 200 тысяч рублей все вместе. Но у него их взяли под 35 тысяч. Это знаете, как вот если бы у нас остались с выборов какие-то там... О, у нас изымали тиражи газет год назад. А нам сейчас вернули, и мы не знаем, куда деть там полтонный газет. И если бы у нас эти полтонный газет купили бы, ну, чтобы за 35 миллионов рублей. У нас это не получается. А вот у Валерия Фадеева получилось. И поэтому это счастливый человек, который и дальше будет по телевизору рассказывать нам о том, как правильно поднять пенсионный возраст и какие у нас мудрые партии и правительства. А мы должны 9 сентября выйти на улицу и сказать ему, Валерий Фадеев, мы тебе не верим.